Изучение карачаевского языка началось ещё в 19-м веке. Издавались словари, справочники по грамматике, буквары и за рубежом, в частности в Венгрии, и в России. С 1897 года по 1941 вышли десятки работ научных и исследующих карачаевский язык. Около половины этих работ принадлежала Умару Дашовичу Алиеву, учёному-лингвисту, который фактически заложил основу изучения нашего родного языка, его грамматики, синтаксиса, морфологии. Вышла в свет его работа «Новый карачаевский букварь», изданная Центр издатом в Москве. Она ещё трижды переиздавалась до 1930 года в Ростове-на-Дону и в Кисловодске. В 1926 году Алиевым был переведён задачник Ланкова. В 1928 году им был написан труд о принципах грамматики карачаево-балкарского языка, который через два года вылился в базовый труд «Грамматика карачаево-балкарского языка. Борско-тюркский язык», одобренный учёными-лингвистами Советского Союза. И Академия наук поддержала публикацию этой работы, которая была в 1930 году издана в Кисловодске. А также «Русско-карачаевский словарь объёмом 30 печатных листов», «Карачаево-русский словарь объёмом 20 печатных листов». Через два года была опубликована ещё одна книга Алиева «Терминологический словарь». И к 1937 году был составлен авторским коллективом под руководством Алиева «Русско-карачаево-балкарский словарь терминов», который, к сожалению, не увидел света в связи с гибелью автора Алиева 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 Алиева, видного учёного и политического деятеля СССР. В 1922 году Умара Алиева отозвали в распоряжение ЦК для работы в Москве. За последующие десятилетия он занимал многие важные посты в государстве. Перечислим лишь некоторые. Председатель Президиума Северокавказского национального совета, глава Президиума и Научного совета Всесоюзного Центрального комитета нового алфавита при ЦИК-ССР, заведующий Крайнациздатом, директор Северокавказского краевого горского научно-исследовательского института истории, экономии, языка и литературы, директор Музея горских народов. В феврале 1931 года по рекомендации Московского горкома партии Умар Алиев поступил учиться в Институт красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики. Большевики очень скоро поняли, что никакой подлинной советской власти невозможно, если эта власть на местах и будет говорить на одном языке с народом. Направление этому движению дал Ленин созданию письменности на языках народов. Локомотивом этого движения стал мой дед, который еще в 1921 году написал первый алфавит для карачаевского языка на основе латинской графики. А в 1930 году под его руководством более чем 90 народов и этнических групп Советского Союза получили свою письменность на латинской основе, которую Ленин назвал великой революцией для народов Востока. Лингвистические способности Умара Дзашуевича еще растылись еще раньше, в 1918 году, когда он переводил на арабский, турецкий, персидский, кумыкский, даргинский и другие языки воззвания, декреты советской власти, а также готовил постановления их для дальнейшей издания за границей. А также был участником Международного съезда народов Востока. В 1922 году по решению ЦК партии мой дед был включен в состав руководителей издательства народов Советского Союза. А в 1925 году он возглавил северокавказский филиал. О своей работе руководителем Украинского Союза он писал в своей статье «Книжение издательского отдела на национальных языках народов Северного Кавказа». На заграничных выставках советской печати особый интерес вызывали успехи национальной письменности народов, ранее для советской власти вообще не имевшей никакой письменности. Ряд научных институтов и университетов обращались в Украинский Союза с просьбой прислать им образцы всех изданий Украинского Союза. Это Кюнгский университет, Парижский институт интернациональной культуры, Бутапештский университет, Кембриджский, Оословский и другие. Примечательно, что из шести книг, изданных Украинским Союзом, который просил Горький прислать ему в Италию, две книги были написаны самим Умаром Алиевым. В этом же году он возглавил Северокавказский национальный совет, который его деятельность характеризовал так. Будучи представителем Каина Совета, от времени его учреждений до настоящего момента, Кумар Зашуевич Алиев сумел провести и выполнить ряд коренных мероприятий по культурному развитию и подъему горских народов Северного Кавказа. Первое. Это оформление горских бесписьменных языков графикой на традиционной латинской основе. Второе. Создание обширной письменности на родных языках горских народов в формах периодической печати. Третье. Образование национальных областных издательств и подготовки новых национальных кадров. И последнее объединение различных горских языков единым унифицированным латинским алфавитом. Не забывал мой дед и о научной работе. О грамматике карачаево-балкарского языка, изданной в 1930 году в Кисловодске и одобренной Академией наук СССР, профессор Беляев писал. Составленный автором карачаевцем и средственным писателем по вопросам истории и этнографии Кавказа, грамматика Умара Гашуевича Алиева, нужно надеяться, достигнет своей цели, положит начало более углубленному изучению языков карачаевцев и балкарцев. Алиев Умар Гашуевич был хорошо известен в научном мире не только как лингвист, но и как историк и однограф Кавказа, о чем в свое время писал профессор Беляев. Позвольте ознакомить вас с его наиболее значимыми научными трудами. С 1920 по 1923 год в Москве в журнале «Жизнь национальности» выходят четыре его публикации. Средь горцев, историк и этнографический очерк Нагая Корановая, Адыгейская автономная область и Карачаево-Черкейская автономная область. В 1926 году в Ростове выходят две работы ученого горца. Это национальный вопрос и национальная культура в Северокавказском крае, итоги перспективы, а также краеведение и национальности в Северокавказском крае. В 1927 году в крае нации издательства «Ростов» выходит сразу несколько работ Умара Джашевича. Первое. «Карахалк» – очерк исторического развития горцев Северного Кавказа. «Карачай» – историко-этнологический и культурно-экономический очерк. Адыгея – историко-этнографический и культурно-экономический очерк, написанная в соавторствах. Особо отметим, что за время работы в должности директора Северокавказского краевого горского научно-исследовательского института «Истории, экономики, языка и литературы». И на других высоких должностях Умар привлекал к работе академиков Мара, Кордлевского, Самойловича, профессора Яковлева и ряд других выдающихся советских ученых, занимавшихся языком и историей разных народов. В 1929 году в Ростове выходит его работа «Состояние краеведения в горских областях» и его постановка в дальнейшем. В 1931 году в Москве в третьем номере журнала «Революция и национальность» выходит новая работа Умара Кешуевича под названием «Евреи в Дагестане». В 1931 году Умар Кешуевича поступил в Институт красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики и за четыре года представил в защите докторскую диссертацию. Научным руководителем исследования «Современная экономика Соединенных Штатов Америки» был академик Варга, специалист в области политэкономии как для российских стран. После репрессий и расстрела Алиева в 1938 году из всех библиотек СССР были изъяты его научные труды и в том числе докторская диссертация. Властями Советского Союза десятилетиями замалчивались заслуги выдающегося государственного деятеля и ученого карачаевца Умара Кешуевича Алиева. Это усугубилось еще и тем, что весь карачаевский народ был репрессирован и отправлен в ссылку на 14 лет. И все, что было связано с этим народом, в СССР перестало существовать. И только после реабилитации карачаевского народа в 1957 год был реабилитирован Умар Кешуевич Алиев. Всего же за два десятилетия Умар Кешуевич опубликовал более 60 научных работ и статей на разные темы. Из них более десяти – букварей, словарей и пособия по карачаево-балкарскому языку и литературе. Будучи ученым-секретарем кафедры Всесоюзного заочного института «Право», Горец одновременно преподавал карачаево-балкарский язык в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и арабский язык в Московском государственном университете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok